СОВЕТСКИЙ МАГОМЕР Я думаю, что его голос, он оставил нам вот эту память, это вот явление такое. Есть надежда в сердце у меня, выбери меня, выбери меня, птица счастья завтрашнего дня. В то время, советское, когда он блистал, публика любила все-таки некую такую западную манеру исполнения, представителем которой он, несомненно, был. Ему повезло. У него была масса песен, которые были написаны для него, которые он перепевал. Это были хиты. Это были хиты и наши, советские, которые он пел, конечно, без них бы его наша публика не приняла. Это были болгарские хиты, которые очень близки нам. Бисер Киров был той самой звездой на уровне с Дин Ридом, если вы помните таких артистов, Джорджем Марьяновичем, которые ежегодно приезжали в нашу страну и тем самым олицетворяли ту иностранную поп-музыку, ту эстраду, о которой мы мало знали, но помимо этого олицетворения они жили жизнью нашей страны, участвовали в жизни нашей страны. Они дружили с нашими артистами, пели наши песни на русском языке. Он был частым гостем в ЦК ЛКСМ. Он дружил с первыми секторами ЦК ЛКСМ. Он был лауреат премии Ленинского комсомола. Ему было присвоено одному из первых. Это высокое звание. Он очень часто ездил по нашей стране. Он встречался с большим количеством молодежи, людей, пионерами. Он всегда подчеркивал, что это его вторая родина. Мне запомнилось это имя. Я постоянно видел какого-то мужчину в передачах «Утренняя почта», мелодии и ритмы зарубежной эстрады. И было написано «Бисер Киров». Киров ассоциировался с героем революции Сергеем Иронычем Кировым. «Бисер» имя было для советского подростка необычное. С этой телевизии, с этого города, с этой страны связаны мои первые шаги в творческом пути. 15 лет тому назад я получил свою первую международную награду здесь, на Сочевском фестивале. Тогда был очень молодой, улыбающийся. А вы знаете, молодому артисту самая важная улыбка. Ну, ваша улыбка. Может быть, вы не знаете, но он тоже изучал журналистику. Хотя я кончил гимико-технологический институт и, конечно, был певцом, композитором. Он изучал и журналистику. Видимо, была тяга и к этой профессии. Может быть, и в основе нашей дружбы тоже стоит это обстоятельство. Бисер выполнил свою миссию нашего поколения. Он стал частью и русской культуры, будучи настоящим болгарином. И в интонации, в произношении, в отношении, в мягкости удивительной, тактичности, такой мужской красоте. Целый комплекс, болгарский комплекс того, что может поразить Россию. Веселый дождик свой рассыпал бисер и нас друг другу подарил. Его нелюбить было невозможно, потому что внешне он был высокий, красивый. У него было такое очень мужественное лицо с очень трепетным, интеллигентным, нежным нутром. Это то, что всегда в артисте привлекает зрителя. И все, что он делал, как он делал, он делал это удивительно искренне, тепло. Знаете, не так, как вот включили танк, и он пошел. Бисеркиров изящно все делал. Невероятно. Вот поэтому он был одним из самых популярных артистов болгарской эстрады в Советском Союзе. И вот когда у нас была презентация этого альбома второго, я, значит, публично снимаю перед ним шляпу. Я говорю, спасибо за эти удивительные песни, которые ты создаешь, которые ты исполняешь. Ну, естественно, вызвал такой восторг. Он мне говорит, Владимир, ты эту шляпу носи, я тебе даю право носить ее. Я говорю, бисер, ты понимаешь, я не могу ее носить в силу того, что я знаю историю о твоей шляпе, почему ты стал ее носить. Это тебе подарил твой друг Дин Рид в свое время, и ты ее с тех пор не снимаешь. Наши встречи с бисером Кировым я всегда вспоминаю с огромной теплотой. Потому что, мне кажется, этот человек всегда был наполнен светом. Всегда был в позитивном настроении, даже если приходил уставшим вечером, допустим, ко мне на эфир после большого трудового дня. Эта усталость снималась моментально. Как только человек начинал общаться, в этот момент он начинал заряжать не только себя, как мне кажется, но и всех окружающих вокруг. Сегодня-то у нас шапка, все в порядке. Ну, я могу быть тебе шляпой. А вам со шляпой лучше, мне кажется. Мы, по крайней мере, уже привыкли, что вы в шляпе и даже подготовились к этому. Я тоже думаю, а чем я буду проректировать? Я тоже буду в шляпе сегодня. Фирменная шляпа Стэдсон. Всегда на день рождения он мне дарил кепку или шляпу Стэдсон. Вот сколько мы были знакомы, у меня небольшая коллекция есть. Ничего не жалеть для друзей. Эта песня, вы знаете, редко не доведет до слез. Там такие глубокие слова, там такой блеск и глубина чувств, что, думаешь, равнодушный человек так не напишет и так не споет. На грани его настоящей такой слезы. Поэтому я считаю, что это какой-то рейтмотив всей жизни бисера. Есть на свете такое искусство, я вспомнил эту фразу, «Ничего не жалеть для друзей». Он, между прочим, очень дружил с родителями Че Гевары. Это тоже интересное такое обстоятельство и тоже его характеризует. Я уже признавался в любви в Москве. Вы меня не принимаете легомисленными, если я признаюсь в любви и другого города. Это Гавана, столица Кубы. Насколько они разные. Москва стремительная, многоликая, величавая. Гавана милая, нежная и певучая. Даже шум этого города мелодичен. Успех к бисеру пришел, ну, первый успех. Где-то в 1969 году он в Барселоне, как вокалист, стал первым, получив специальную награду от организаторов конкурса. В 1997 году бисеру присвоило почетное звание. Такой был титул – «Легенда эстрады». Вы знаете, что за все время своей певческой деятельности бисером создано 300 песен. Устелинцы хорошо помнят, бисеракирова, как душевного, приветливого человека, приятного в общении, умеющего не только ценить, но и всячески поддерживать дружбу между народами России и Болгарии. Когда со мной случилась беда, я в Германии попал в аварию, лежал в военном госпитале, бисер. Приезжал ко мне часто, он тогда находился в Германии. Кстати, бисер работал с знаменитым Фридрюкштадт-Паласе. Я ему очень был благодарен, что там, в Германии, он меня немножко психологически поднимал в тонус. Он приходил с гитары, вел песни. Здравия. Спасибо. Он договорился с врачами, я не знал этого. Мне нужно было... Они боялись, что из-за того, что я лежу долго, я больше пяти месяцев лежал, я называл на вертолете, ногами вверх, вот, на таких штырях. Но мне нужно было разрабатывать легкие, чтобы не было пролежья, чтобы не было застоев легких. И я думаю, что такое, он говорит, Вова, я пою, и ты пой. И я с ним пел, лежа там на спине, пел, а потом мне врачи уже после всей истории сказали, мы бисера попросили, он вам разрабатывал легкие. Супровождение было классно. 60 лет тому назад началась наша творческая дружба. Мы имели концерты на стадионе летних, такие площадки, имели концерты в разные большие зали. И бисер стал самой популярной болгарской певец Болгарии. Звезда. Он имел очень бурная карьера. Россия. Германия был. Очень много лет в Германии. Был. Очень много лет в Куба. Куба очень любил его. И в разные другие страны. Время бисера было поделено между Болгарией, Германией и Россией. В России были его друзья. В Германии были его сыни, дочь. В Болгарии была его жена, супруга, которую он очень любил. Он вообще очень любил свою семью. С бисером мы довольно часто встречались. Это были 70-е годы, 80-е. Я в то время из-за рубежа уезжал. И он тоже там был на фестивалях, на радио, на телевидении. Мы во многих программах международных вместе с ним участвовали. И общались. Потом позднее он же стал приезжать уже в Россию. Потом в Казань. Позже стал приезжать в Татарстан. Он приезжал всегда с удовольствием. Он говорил, что казанские татары и булгары – братья. Действительно, корень-то одни. Мы же волжские булгары, а не дунайские болгары. Это один корень нас. Это один народ фактически. Поэтому он так любил в Казань приезжать. Но я бы так и назвал его «Болгарский братушка». Что же происходит на земле, талантливый и мудрый? Просудутся, да играйте вам, Глеб, военного абсурда. Взрывы потрясают тичину. Убийцы, все как призней. Боссы рекламируют войну. Торгуют нашей жизнью. Stupid or not stupid. That is the question. Мир создан для любви. Как прав и бесед. Он был дипломатом. 2006-го года по 2060-го года. Он был советником по въпроса и культура. Здесь, при посольстве. Хочу не забъйте отметить, что он работае здесь. Действительно, помагал изключително много для разпространения българской культуры здесь, в Москве и не только в Москве. И до сих пор у нас здесь и с възпоминания от него он оставил в качестве подарок музыкальную аппаратуру, которую мы бережно храним и до сих пор. И диск бисера Кирова за его личной подписью. Я с ним познакомился, когда он был уже послом культуры Болгарии в Российской Федерации. И, конечно, как-то мы с ним близко познакомились. Он ходил в шляпе. Но вот как-то мы так... Я его даже не просил. Он пришел ко мне в кабинет. Мы с ляпу сняли. Мы стали с ним про жизнь говорить. Оказалось, много общего. Он же Гитис оканчивал и по... с Иакимом Шаровевым. Иаким Шаровев это такой у нас был знаменитый режиссер, постановщик всех самых больших массовых зрелищ. Вот оказалось, там мы где-то пересекались. Там по жизни оказалось много пересечений. Но трудно о нем было сказать, больше он болгарин или русский. Говорил он хорошо. Россию любил. Это нельзя, так сказать, показать искусственно. Просто его знали многие. Он же почти всю Россию объездил. Когда выступал на эстраде, много писал о России. Его не надо было упрашивать. Он всегда сам приходил и предлагал, что он может сделать, что он может помочь. Он тут же отозвался и пришел в качестве советника Атташе по культуре болгарского посольства на нашу пресс-конференцию. Поддержал нас тогда. А потом стал все более активнее участвовать в жизни Золотого Витязя. Искренне говоря, то, что он думает, он артист, художник, о единении славян на поле культуры. Он помогал, он приезжал к нам на наши форумы, на фестивали, в разные города. И уже не только как Атташе по культуре, но и как артист, которого любила Россия. Вы бы видели, что творилось в залах с людьми, которые знали и помнили Бисеркирова, когда он в своей шляпе выходил и пел исполненные любви к России песни. Поэтому Бисеркиров и его вклад неоценим, огромен, потому что в Болгарии до сих пор есть люди, которые не предают славянского братства. Вот он был один из лидеров нашего братства. Он был солнечным, прекрасным, очень душевным человеком, без тени чванства, высокомерия. И мне кажется, он в какой-то степени, в моей памяти, во всяком случае, он и остался министром именно культуры, представляя культуру Болгарии именно в своем жанре. Мне было очень приятно, что он почувствовал почувствовал энергию, когда стал культурным атташе в Болгарском посольстве. Он очень многое сделал, именно самые трудные минуты для дружбы между Россией и Болгарией. Он любил очень Россию. Он был певец, я бы сказал, его концерты были отдушины за русского человека, потому что он прекрасно говорил по-русски лучше, чем я. Хорошо владел русским языком, хорошо чувствовал русские песни, этих надо еще душой чувствовать, не просто хорошим голосом, но надо же еще душой чувствовать. Все у него это было. И он, понимаете, вот как говорят, у него была миссия народной дипломатии. Иногда, я говорю, не все так могут сделать работники дипмиссии, как делал Бессеркиров. На меня сегодня возложено президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путином очень ответственной, очень почетной и очень приятная миссия наградить нашего общего кумира и героя Бессеркирова почетной грамотой президента Российской Федерации. Что я с огромным удовольствием и делаю. Моё присутствие в этой программе превращается почти в мини-автоинтервью. А так как очень модно сейчас в интервью спрашивать, какое же у вас хобби, я отвечаю. У меня хобби быть с моими детьми, а у меня двое девочки и мальчик. Мы идём вместе по грибам, играем вместе. Но самое любимое наше занятие смотреть мультфильмы. И честно говорю, когда они начинаются, я бегу боистрее, чем они к телевизору. Может быть, вы не знаете, его отец был пастором адвентистов седьмого дня. Он был пастором в моём родном городе. Бессер учился в той школе, в которой я учился. Это город Силистра, самая восточная точка, самый восточный город Болгарии. И у Бессера были прекрасные воспоминания. Он часто вспоминал этого города, своё детство, но много лет не бывал. И вот этой школе исполнилось 120 лет. И мне директор школы позвонила и пригласила и попросила, могу ли я как-то связаться с Бессером и тоже его пригласить. И вот мы вместе пошли для него, поехали для него. Это было очень волнующее путешествие. Тоже встреча с учителями, со школой, дом, в котором они жили с отцом и матерью. А в Ульяновске у меня был подшефный такой детский дом, куда я приезжал, общался с мальчишками, девчонками, выступал, поддерживал их материально и морально, скажем, да. И вот в очередной такой приезд я попросил Бессера Кирова поехать со мной на вот эту встречу с этими ребятами. Ну, они подготовили, конечно, концертную программу. Бессер уже тогда, так сказать, был в состоянии, так сказать, шока какого-то, потому что детишки, которые организованы, которые живут в одном, скажем, таком маленьком кластере, который, собственно говоря, их кормит, поет, одевает, обувает. Это дети, которые остались без от своей матери. Вот. И в конце этого концерта небольшого импровизированного они вынесли какие-то подарки свои, такие, знаете, ремеслом сделанные и одели на нас пионерские галстуки. И это была последняя точка, которая Бессера вообще сразила на повал. И он заплакал и плакал. И я помню, что вот его такой сентимент какой-то душевный и открытость такая, знаете, чувствительность его, она, его беспокоила еще сутки. Он все время, когда вспоминал или видел меня, он все время начинал плакать. Я говорил, Бессер, успокойся. Они ухоженные, обутые, одеты, в общем, за ними смотрят, поэтому ты, пожалуйста, не расстраивайся. Но он очень расчувствовался и это сразу определило вот мое к нему отношение. Я первый раз был в Болгарии, первый раз приехал в Софию и в гостиницу утром собираюсь по своим делам, именно на выставку. Звонок. Звонок от Бессера. Вопрос, ты чем? Я говорю, по делам? Подожди, я сейчас приеду. Для меня это было как-то неожиданно и неожиданно приятно. Он полдня возил меня по Софии, подробно рассказывал о своем родном городе, который очень любил. Он подвез меня к церкви, где он крестился, где он венчался и где потом отпевалась его дочь, которая безвременно ушла из жизни. Это моя мама, это мой папа, это мой брат Полли, мой брат Святи, это моя жена, это мой сын Бессер младший и моя дочь Венци. Ты что-то хочешь сказать? Здорово, вечер. Готен Абензи хат любил, даже поразил. Я при всем, при том, что не являюсь каким-то агрессивным атеистом, но не воцерплен и к этой теме отношусь уравновешенно. Так вот, на фоне такого состояния таково же было мое удивление получить от него подарок, икону. Икона настоящая, выполнена, ну, что называется, душой, головой и хорошими руками. А я не знал, что у него папа был священник, там, я уж не знаю в каком ранге, безусловно, это наложило отпечаток. Эту тему никогда мы не обсуждали, но в его поступках, речах, дискуссиях появились какие-то последние годы нотки духовности повышенной, святости, не знаю, как это назвать. И когда приезжал ко мне на Малую Рудину, он всегда шел в храм с честью ронопостного князя Владимира, которому он подарил икону князя Владимира. И в этом храме у нас находится икона Матроны Московской с частицей мощей. И он всегда старался туда прийти либо рано утром, либо поздно вечером уединиться, помолиться, постоять у иконы Николая Чудотворства. Он очень уважал эту икону и был приключением наречено именем Николая. Бесеркиров для меня по образу это та самая свеча, он свеча теплая и очень важная кругом мрак и тьма, а вот этот теплый огонек, он не только дает возможность вокруг себя видеть, что вокруг тебя, но и согревает и в первую очередь душу и сердце. Как хорошо, что ты такое Спасибо сердце, что ты умеешь так любить. Спасибо сердце, что ты умеешь так любить. Я в прошлом году потерял дочерью. Я знаю, что значит потерять молодого человека. А там гибнут сотни, тысячи людей каждый день и гибнут свои. Братоубийство продолжается. Я не могу быть на этой сцене и сказать, да, я горжусь, что я человек года Украины. Не, я не горжусь. Мне горько. Не надо. Все. Я им написал награды много, честа одна. Все. Чего только стоит его акт отрицания украинской агрессии, когда он в 2015 году отказался принять награду и быть человеком года в Украине в знак несогласия с тем, что ввелась война и умирали мирные жители. Бисеркиров пел про любовь, он пел про мир, он пел про счастье. В 2014 году, после присоединения Крыма, он композитором написал песню на стихи Владимира Исайчева «Крымская весна». И когда на Украине его объявили человеком года, он не поехал на получение этой награды, потому что уже какие-то отношения чувствовались у нас между государствами в такой стадии напряженной очень были. и более того, говорит, Владимир, да, я больше туда не поеду. А почему? А я, говорит, туда уже не въезу. Я говорю, как не въезу? А ты, говорит, что забыл о том, что мы такую песню написали «Крымская весна». Мы даже ему придумали такое, это от его сюда выдача пошла такая фраза «Наш болгарский Алеша». Вы понимаете, да, почему? Одна из самых таких популярных, любимых, знаковых песен Колмановского и Ваншенкина «Болгария и русский солдат стоит над горой Алеша». Мы лет, наверное, 10 проводили эти тематические концерты, мы родом с комсомола, и всегда Бисер пел эту песню в нашем концерте. Его не нужно было уговаривать, что одно и то же, вроде как бы уже артистам это приедается, они не очень это любят, но Бисер понимал, что гражданское звучание этой песни, ее острота в тот период, ну просто абсолютная, и они диктовали, чтобы эта песня была в концерте. Ну а лучшие Бисеры, кто может спеть эту песню? Понятно, что никто. В 12-м году, то есть это было 10 лет назад, Бисер Киров приезжал с визитом в Алтайский край. Главной целью его визита было не просто участие в нашем юбилейном концерте, а он исполнил на сцене главного театра края, который носит имя Василия Макаровича Шукшина, свою знаменитую песню Алеша, с которой у большинства русских людей, в том числе проживающих в Алтайском крае, ассоциируется этот знаменитый певец, композитор. Но главной целью, конечно, была его встреча с человеком, который в свое время стал прототипом памятника Алеша, установленного в Болгарском Пловдиве, в маленьком Алтайском селе, который называется Налобиха, Косихинского района, в маленьком школьном музее боевой славы состоялась встреча Бисера Кирова и Алексея Ивановича Скурватова, прототип памятника, русский солдат, русский труженик, деревенский житель, очень уважаемый человек в Алтайском крае. Бисер Киров поблагодарил Алексея Ивановича и сказал, я благодарю вас, а в вашем лице весь русский народ за спасение мира от фашизма. В разговоре он очень интересовался малейшими деталями, подробнее. Ему, правда, было интересно, как живет Алеша. Внимание к простым деталям оно подкупало. Он действительно хотел знать по своему герою все, хотя эту песню исполнял уже лет 30. Алексей Скурлатов ушел от нас в мир иной. Бисер рассказывал о том, что он был у него на могиле, что как бы почтил его память, выпил полагающуюся по такому случаю стопочку водки и вспомнил все то, что ему Алексей говорил про те трагические события, которые были в Великой Отечественной войне. Алеша, 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 Стоит над горою, Алеша, болгарь и русский солдат. Он владел не только русским языком совершенствия, он знал немецкий, знал английский, французский, уникальный был человек. меня удивило, что он как-то так чувствует себя в Москве как москвич. Он же был заслуженный артист России, он приехал сам за рулем. И, по-моему, он мне говорил, что его гаишники узнают в шляпе. у нас было две часовые передачи, и были песни, был разговор, и меня в этом человеке что подкупило? Это глубоко русский человек, не потому, в хорошем смысле, не потому, что он заслуженный артист Российской Федерации, а потому, что он русский язык хорошо знал. Он, кстати, по-русски говорил не так прям бегло, но он каждый раз подбирал слова. И его речь была очень короткой, но насыщенной. Он каждое слово продумывал. Это для меня до сих пор загадка и секрет. У него не было слов паразитов. Очень все это любил и очень старался нести в свет болгарскому зрителю. Здесь было про искусство. здесь было, что это язык Пушкина, это язык Некрасова, это язык Высоцкого. Он очень всегда за все это переживал. Артистът не сапенсионир. Артистът си отива. Той си отива с поклон и длбока признателност към Ваше Величество публиката. Понимаете, он был очень талантливый человек, очень добрый и впечатление, что очень многое лучшее из того, что происходило у нас, его было близко. Вот как-то мы с ним потом, да, это мы бывали в Болгарии и всегда он был с нами. Невероятно, жалко, что он ушел от нас. Очень, потому что мы его очень любили. Он говорит, ну, ты понимаешь, мне кажется, что это последний раз я здесь у вас. Это был как раз ноябрь 15-го года и вот он спел песню, которую он написал и которую подарил, он вообще который завещал фонду «Русский мир» гимн. «Русский мир» это русское слово. Там в этой песне замечательные такие слова. И это сейчас наш гимн, фонда и вообще все, кто любит русский язык. Это мое четвертое присутствие на Ассамблее Русского мира. Я могу честно сказать, что это изумительная встреча соединников, людей одного духа. Ощущение, что ты в своей собственной планете, планете русского мира, русского языка. Русский мир это мир будущего. и давайте до встречи в этом мире. гимн русского мира, который он написал, он остается с нами, я думаю, для многих будущих поколений. И музыка прекрасная, торжественная, каким и должен быть гимн. И слова. Поэтому всегда вспоминаю его. И кажется, что он просто куда-то уехал. И, конечно, в памяти и нашей, и в следующих поколениях, он останется как человек, не только такой знаменитый болгарин, который блистал на всех европейских подмостках, но и как замечательный человек, который отдал свою душу России. Русский мир Нас Владимир крестил, наш народ известил, что настала великая эра. На Россию пришла и столетия прошла православная русская вера. На свободу Руси и на верцы враги вероломно с мечом посягали. Но народы, сыны, полководцы страны на победу народ поднимали. Русский мир это прадедов меч, русский мир это вера Христова, русский мир это русская речь, русский мир это русское слово русский мир русский мир Больше тысячи лет русский дух обнимал ширь земли от дворяк до Аляски. Всю Сибирь приручил и фашизм сокрушил, словно видясь из пушкинской сказки. Он и в стенах Кремля, и в каналах Петра, о, в камнях гордой крепостью Бесской. Он в Рублевских глазах, он в родных именах, Ребен Клинка, Толстой Достоевский. Русский мир это прадедов меч, русский мир это вера Христова, русский мир это русская речь, русский мир это русское слово. русский мир русский мир Редактор субтитров А.Семкин